АТФ, аденозин-трифосфат или аденозин-трифосфорная кислота, часто называется носителем энергии, хранилищем энергии или даже энергетической валютой клетки. И в этом видео я хочу рассказать о том, почему ее так называют. На первый взгляд название кажется сложным – аденозин-трифосфат. Да и сама молекула достаточно большая и замысловатая. Но если разбить ее на составные части, то все станет гораздо яснее, и вы сразу поймете, как именно она хранит энергию. Итак, у нас здесь аденозин и трифосфат. Аденозин – вот эта часть молекулы. Она состоит из аденина, связанного с рибозой. Вот это у нас аденозин. А оставшаяся часть – это трифосфат. Три фосфорильные группы, которые могут отщепляться с образованием фосфатов. Итак, вот одна фосфорильная группа. Вот вторая и третья фосфорильные группы. Чтобы лучше понимать, каким образом эта молекула хранит и переносит энергию в биологических системах, можно представить ее в виде следующей упрощенной схемы. Аденозиновую группу обозначим в виде аббревиатуры AD. А каждую из фосфорильных групп обозначим в виде буквы P в кружочке. Иногда вместо прямых черточек, соединяющих фосфорильные группы, вы можете встретить немного другое обозначение. Вот такие молнии. Они подчеркивают тот факт, что в этих связях между фосфорильными группами хранится огромное количество энергии. Но в этом видеоролике я для простоты обойдусь простыми черточками. Эти три связи – высокоэнергетические. Что это значит – высокоэнергетическая связь? Это значит, что электроны в этой связи находятся в высоком энергетическом состоянии. И если эту связь разорвать, электроны возвращаются на более комфортный для них, более низкий энергетический уровень. И при переходе электронов с высокого энергетического уровня на более комфортный низкий энергетический уровень, высвобождается энергия. Представьте, что я лечу в самолете и собираюсь из него выпрыгнуть с парашютом. Я нахожусь в высоком энергетическом состоянии. У меня большая потенциальная энергия. И во время падения я буду высвобождать энергию. Воздух вокруг меня будет нагреваться от трения. И даже в момент приземления из меня высвободится энергия. В эту секунду я могу сжать пружину, повернуть турбину, всё что угодно. После этого я приду домой, сяду на диван и буду находиться в комфортном энергетическом состоянии, которое дальше уменьшать будет некуда. Примерно то же самое происходит и с электронами в этих связях. При определённых обстоятельствах электроны покидают эти связи и переходят в более низкое энергетическое состояние, высвобождая энергию. Например, если взять молекулу АТФ и поместить её в воду, то может начаться гидролиз. Тогда одна из этих фосфорильных групп отсоединится и превратится в самостоятельную молекулу фосфата. Что получится в результате такой реакции? Аденозин останется, но вместо трёх фосфорильных групп у нас теперь две фосфорильные группы. И такая молекула называется аденозин дифосфат, или АДФ. Давайте подпишем. Изначально у нас была молекула АТФ, а после гидролиза образовалась молекула АДФ. Приставка «ди» означает «два». В этой молекуле две фосфорильные группы. Третья фосфорильная группа отделилась и соединилась с атомом кислорода и атомом водорода из молекулы воды. Кроме этого, остался ещё один протон водорода. Но в этой реакции я пока не обозначил самого главного. Электроны из вот этой связи перешли в более низкое энергетическое состояние, из-за чего высвободилась лишняя энергия. Поэтому справа мы должны дописать «плюс энергия». Таким образом, в правой части реакции энергия высвобождается, а в левой части реакции энергия хранится. При изучении биохимии вы часто будете сталкиваться с тем, что молекулы АДФ при помощи дополнительной энергии превращаются в молекулы АТФ, в которых эта энергия будет в дальнейшем храниться. Например, в процессе фотосинтеза энергия света используется по сути для того, чтобы прикрепить к молекуле АДФ ещё одну фосфорильную группу. А когда организму требуется энергия, тогда в процессе гидролиза молекула АТФ расщепляется с высвобождением энергии. Полученная энергия может расходоваться на нагревание, на изменение конформации белка или на другие реакции, в общем, на любые нужды организма. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникли вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим.